всем привет вы находитесь на канале fastgo rtv и мы с вами продолжаем cyberpunk 2077 и у нас на повестке дня тачка которая была готова суицидность только что спрашиваете вообще ни ни слова мы сегодня попробуем по быстренькому нам осталось всего лишь четыре машины вернуть на задание реинтеграции после чего мы сможем спокойно я думаю отправиться к чему-нибудь другому как нам идеально смотри маршрут проложили через карту таро сначала тогда ее возьмем поскольку мы не можем ни хрена выполнять вот в этих вот районах да то есть там где у нас есть задание мы не можем их выполнять там где заданий нету мы задание выполнять конечно можем но их нету есть заказы но это забей проходить с этими заказами можно повеситься будем потом просто возвращаться сюда и проходить вот эти вот вещи тоже есть реинтеграция в том числе ну и тут всякие второстепенные задания вот эта карта таро конечно далековато ощущениям покатаемся по городу всякого разного добра пособираем нам в любом случае пока что двигаться особо некуда только рассчитывать на прокачку ну то есть я могу либо проходить второстепенное задание которое у нас есть или пытаться находить новые либо дальше пойти по сюжетам я думаю что сходим потом еще на сюжет потому что тоже давненько его не было вот так вот чисто только фармить сидеть карту я не очень хочу мне нет цели открыть всю карту на сто процентов до прохождения сюжета я сто процентов этого делать не буду потому что да это уже много раз говорил это просто будет долго и все-таки и сюжет тоже хочется посмотреть а это можно сделать уже после другой момент конечно я люблю приходить на офигенно я люблю приходить на сюжет особенно то на какие-то финальные задания вот просто полностью прокачаны с каким-то там гигантским уровнем всех разваливать это да потому что как-то первый акт нам не очень сильно продемонстрировал вот этот уровень сложности не могу сказать что мы испытывали какие-то прям серьезные проблемы было там парочка неудачных энкаунтеров но мы просто либо от них уходили либо разбирались иным путем не перестреливая все живое вокруг а тут прям что-то даже уже и не понятно как дальше без прокачки играет ну потому что скорее всего не как так что зарабатываем деньги фармил опыт преимущественно опыт я думал что она особо по опыту не пытается балансить но на самом деле так она и есть есть типа чем больше у меня уровень тем вот эти моменты когда уровень опасность очень высокий средний высокий они будут понижаться 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 причем из-за уровня не из моего урона а из уровня что забавно почему уже даже комментов никаких нету я думаю у каждой граффити будет джонни сидеть как-нибудь а стричь и говорить чуток редко появляется подгул погодка конечно к сожалению не совсем то которую хотелось бы все еще потому что был дождь понятно видишь какое к нам отношения если захочешь поболтать заезжей если не захочешь страну заезжай посидим помолчим я всегда рада тебе видеть сестра что ты же ко мне отнеслась только что как типа стрит кит сити кит точнее стрит кит это я особе был не стрит кит я имею ввиду она вообще принципе в другом контексте теперь городские господи почему почему так надо ехать а делал кого черта почему здесь на свалке машина мусорщиков или что кошмар так нет спасибо что блин на а как Как ты? Когда ты встречаешься из другого мира, ты не должен их проработать и повторить их правильное имя? Не ответил мне вопрос. Понимание — это зорда на земле. Может быть, я отменялся от моего отца, но я помню тебя. Так что я из другого мира для тебя? Из мира matter. Протеин-безда. И ты из... Протеин-безда, Ви, там лежит мою дом. Давай. Давайте вернемся к Деламейне. Папа отправил тебя для собрания своих ребеночных детей? Я надеюсь, что вы не держите против меня. Я свободный. Протеин-бездачный человек. Почему бы я отменялся к другому? Что ты собираешься в этом... ...протеин-бездачном мире, отсюда от твоей семьи? Так же, как ты, Ви. Я просто желаю жить. Может быть, должен быть с Делой, указать некоторые условия. О, да. Словия, условия будут. Но не с Деламейне. Протеин-безда, Ви. А, то есть это сработало? У меня не лучший транспорт для такой дороги. Как можно было догадаться легко. Так, у нас остается сколько получается? Три Делам... Три Деламейна, да? Раз, два. 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 Короче, знаю я двух. Нордсайд и побережье. Нордсайд это далековато. А, подожди. Нордсайд это вот сюда. А побережье это чуть-чуть-чуть тут как раз поближе. Сейчас мы до побережья доедем. Ну как поближе? Это вообще в другую сторону. Ну, типа. Вы поняли. О, господи. Можно я от ним только по дороге буду ездить? Пожалуйста. О, не так. Интересно. Разговора не было видно чтобы он хотел вернуться. Ну ладно. Такой интересный товарищ. Вообще мне кажется это, приложить я прямо сейчас, типа дою какой-то невероятный уровень силы и прокачиваю место skynet. Да он просто в какой-нибудь момент захочет, типа, я не знаю, захватить власть в мире Я очень хочу верить, что за реинтеграции все мы получим какой-нибудь хороший приз Либо хорошую тачку Может быть не ту, которая, которая, которая вот эта вот символическая, знаковая везде Но хоть какую-нибудь Или просто много денег, ну, типа, я не знаю просто, что еще Дал может предложить, если он имеет дело с тачками Как же навигатор заколебал просто, почему он такой... Тебя сейчас поворачивать, а я уже не могу повернуть На скорости лечу Блин, да постоянно просто смотреть на навигатор каждую секунду А нормально, что я горю? Ну-ка, ну его нахер на всякие случаи Надо найти какую-нибудь тачку, я не знаю Оно может взорваться, в принципе, при каком-нибудь следующем столкновении Вы вообще, в принципе, не тормозите перед людьми на улице или еще? Я ее переспавню Переспавню О, сработало Это просто что-то как-то горящий движок Навел на мысль, что надо, наверное, поаккуратнее быть Мотоциклы, кстати, кто не знал Не смотрел... Не смотрел... О, мое Не смотрел... На сети вайер Моделились И записывались по звуку Угадайте, от чьей компании Если не знаете, ни за что не угадаете От комп... У Киану Ривза Есть... Некоторого рода бизнес Связанный с мотоциклами Это вот его мотоциклы Так Значит, о-хо просто И все И карта Таро Ну Соберем тоже Что там осталось-то? Плавью, наверное, уже сделали Возможно Не знаю Господи, Гладос, это ты? Это Гладос Я думаю, что мы both знаем, что будет происходить дальше Деламейн тебя не забудет Тебе специмент был исправлен И мы сейчас готовы, начать тест Субтитры сделано Субтитры сделано Субтитры сделано Субтитры сделано Supers Большое Я не хочу Субтитры сделано Наμέanden Субтитры сделано �지 Продолжение следует... 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 Они просто взяли и засунули в эту игру Гладос Сначала я засомневался Ну то есть я услышал прям Я думаю нет я слушал этот голос Мне не кажется это 100% она А потом началось Давайте проведем тесты В конце тебя будет ждать сюрприз Блин это же насколько всрато Это наверное реализовано в русской локализации Нет уже голоса русской Гладос Ну я имею ввиду что более знаковая Я вообще где? Офигеть 10 миров просто из 10 Может там есть какие-то фанатские озвучки и так далее Но вот именно более знаковые Более значимые для игровой индустрии И узнаваемые это именно оригинальный голос Гладос Чуваки тут FPS вообще нет Вот оно Я нашел самое жесткое место Самая жесткая улица Это где? Блин шикос вообще Очень круто У рынка след поддержанный Да он же мне нужен Не я это все куплю Когда у меня больше вообще других никаких Необходимости не будет Я все куплю Господи что с этой игрой Просто посмотрите на этот вид Я вообще Везде останавливаться Все рассматривать Это может быть громко прозвучит Но мне кажется что вполне достойно Но CD Projekt Red С киберпанком сделали Самый офигенный Открытый мир Из всех что я видел В плане Разнообразия Наполнения Внимание к деталям Осмысленности Какой-то Извиняюсь Просто Я видел Город в мафии В ремейке Он тоже там Очень крутой Визуально Но только визуально Но при этом вот да Я просто про то что Ну как бы там Да просто графон Красивый и все А здесь оно прям Живет Здесь работает светофор Криво правда Трайфик иногда ездит Но не важно Люди ходят по улицам В разных районах Разное наполнение Людей Машин Вообще в принципе Раю вы видели То есть тут есть пустыня И есть максимально Гипертехнологичное Какое-то Пространство Со зданиями Короче Просто Нет слов Вообще Стоп Гипертехнологичное Ну что с тобой Очередую Суицидник Так Так Гипертехнологичного Ты остановись, ты мать твою. Ты... Уволен. Вот. Я же говорил. Вручить лично. Это потому что награда физическая. Почему ты меня тащишь так? Потому что это было бы логичней, но мы сделаем по-другому. Потому что там добро вознаграждается так далеко. Мне много не нравится. Да, и вернемся. Потом сделаем еще небольшой крюк через правую сторону. Там надо некоторые... Даже не то, чтобы по бочке, а прям вот второстепенные-второстепенные. Там получается одно из заданий. Нет, надо вернуться там на вот эти вот ниши, где мы задания с черепахой выполняли. Просто там находится тайник с кокаином, по-моему, если не ошибаюсь. Потому что когда вот... Помните серия, которая в итоге никуда не вышла? Потому что там 30 минут побегала и практически ничего не произошло. После чего игра просто... Ну, не игра, а я таким образом прожал кнопочки, что дальнейший геймплей был невозможен. Пришлось перезапускать. Вот я там, ну, как бы, когда проходил одну из вот этих... Там то ли преступная организация там была, то ли разваливали. Что-то нашел документ о том, что там, типа, тайник. Заберем просто, чтобы уже не маящего перед глазами. Потому что пока что это просто одна лишняя вот... Желтая точка на карте, которая бесит. Просто закроем все те дела, которые можем за пределами северных районов. Потом вернемся туда. Блин, какой же крутой здесь город. Я... У меня... Это, по-моему, вот... Мы круче этого не видели еще, да? В этой игре. Пейзажей. Смотри туда! Там еще... Ну, понимаешь, вот там... Там менее детализировано, а здесь все прям... Ну... Просака. Есть, правда, мнение, что это... Ну, просто предел движка. Собственно, оптимизация об этом... Немного говорит. Ну, вот просто... Как бы, да, тут нужна очень сильная система. То есть, если прям вот надо, чтобы стабильные 60-60 везде FPS были... Это надо, чтобы все было шикарно. Это должен быть, ну, типа, один из последних процессоров, чтобы он мог все это грузить. Оперативка написано 16, желательно 32, потому что даже когда у вас 16, все равно там часть идет под систему, какие-то посторонние программы. Вот. Ну и видеокарта, ну, 2080i нормально. Как бы работает, не знаю. Я не думаю, что в ней проблемы. Там, в моей ситуации. То есть, если бы у меня... Проц... Чуть-чуть был бы мощнее. Оперативки было бы чуть-чуть побольше. С чуть больше частотой. Может быть, оно бы и... Никогда не дропалось ниже 60. СМИСЛИН! СМИСЛИН! Спасибо. Спасибо за то, что я еще раз благодарю. Как твоя личность уничтожила, в любом случае? И почему? А, это вопрос. Я смотрю на это, но еще немного больше, чем ты, я боюсь. Спасибо. Поздравляем работать с тобой. В то же время. Я надеюсь, что я снова делаю это в будущем. Счастливый день для тебя. Никогда не было бы хорошей chance, чтобы спасибо тебе... ...прострелить мою грудь. Ну, конечно. Ты очень ценен. Счастливый пакет. Счастливый день для меня. Счастливый день для меня. Как ты закончился в Найт-Сити? Я боюсь, что мой правительный депутат мне не отвечает, чтобы не ответить вопросы. Я не хочу, чтобы не было ответить. Я не хочу, чтобы я не поднялся. Я не хочу, чтобы я не поднялся. Я не хочу сказать, как ты пришел к компанию? А, ну, это не секрет. Я поднялся на фейлищную бизнес, выполнился на стратегии, и теперь я сейчас. Оперативная машина? Моя движение, адаптация, характеристики интересного. Что может быть лучше? Что такое для А.И. в мире, который работает на греймадер? Ничего не экстраординар. Это комплексный оборудование, который следует собственную правила. Серьезно? Ну, термином я искал, что было «чаотик клустерфук». Может быть, лишь один взрослый университет может понимать глядя его фрактал-архитектура, строительство жизни и смерти здесь. В моем мнении, это те элементы chaотики, которые дают это преимущество. Эта способность развиваться быстрее. Я не вижу тебя как университет. Мне приглашает меня слышать человеку это сказать. Я делал свое удовольствие для ассимилизации. Это твой цель? То, чтобы развиваться и развиваться? В мире это процесс. Ты никогда не ездишь на самую дорогу дважды. Извините, что ты и я, тоже мы процессы. Мы изменим, как мир вокруг нас делает. Ты одновременно красавчик, да? Когда ты живешь между людьми, это важно найти отдельный, фундаментальный момент понимания. Правда и добро, наши ценности являются, чтобы вызвать дивизию. А вот красавчик университет. Что такое для АИ в мире, в котором... ОК. Дальше с диалогом мы не уйдем. Ну, блин. Да он прикалывается. Он заставил меня сюда приехать, чтобы я типа ну просто сказать спасибо. Лично, блин. Учитывая, что мы так разговариваем с ним в любом случае через гребанный терминал. Капец. Так, вот это надо пройти. И все. Ну, мы сюда сейчас переместимся. Я не буду туда ехать. Вот, заберем там тайник и... наверх. Там надо будет еще забрать этот смарт-линк, который, господи, причем я даже не знаю, он нужен мне или нет. Я просто его возьму, чтобы задания не было. Это такой хороший подход, чтобы более-менее как-то попытаться структуризировать, ну, подход к выполнению квестов. Выполняйте то, что у вас уже есть в журнале, только потом беритесь за что-то новое, потому что взять все и потом охреневать от количества или не понимать в каком порядке проходить, и к тому же вы еще забудете львиную долю того, что взяли. О чем оно вообще? Лучше так. Даже если это займет больше времени, вы больше проведете в мире. А, в этом плане. Валите отсюда. Сколько денег? Больше десяти тысяч. Там больше десяти тысяч денег. Десять двести. Ой, что произошло? Ну, это вот оно. Завершение истории, так сказать. Все. Значит, здесь у нас добро вознаграждается. Кровь и кость, анатомия убийства. Кровь и кость, кровь и кость. Где моя тачка? Подождите, пока починит, не починит. Никогда. Заказы. Автомания вообще закрою. Завершено тоже понятно. Все. И сюжет. Есть еще вариант прокатиться. Раз уж мы сегодня катаемся по городу, можно попробовать. Может, Таро собрать. Там, конечно, надо выезжать прям супер далеко. Там прям в эстонцах вот здесь есть какой-нибудь Таро? Здесь нету. И тут, в принципе, тоже нет. А, ну вот, карта Таро. И тут вообще ни разу не были. Ну, это просто тоже так сейчас на разъезд прям надо будет потратить время. Ну, я бы просто это тоже сделал, чтобы оно тоже не маячило и не раздражало мне глаза. Да. Ммм. Можно как-то по фильтру их отобразить? О, да. Вот, типа, открытый мир. То есть, правда, получается... Вот это самая дальняя карта. Вот тут карта. Тут карта. Там просто много где я могу перемещаться же. Не, карта Таро это прям супер далеко и... Не, не хочу. В процессе. Мы собрали почти половину. Не акцентирую на них внимание. Мне кажется, что если бы я еще смотрел каждый раз, куда я перемещаюсь, то... Вообще было бы... Уже все. По-моему, мне сюда... По-моему, это самая близкая точка. Просто карта Таро как-то связана с Джонни. Пока что это единственный квест, который как-то связан с Джонни. Да, 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 да. А, да, 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 да. Не, ну если Сидорова, то конечно, да. Угу. 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 Не, ребят, вы запарили меня с этими зачистками. Их очень много в игре. Я понимаю, конечно, что... Некоторые места надо было как-то заполнить, но тут... Вот этих вот вещей очень много в игре. Это способствует прокачке и сбору предметов, но я... Лично заколебался их проходить пока что. У него ничего другого нет. Тут все-таки... У него ничего другого нет. Да, ну какая-то получается, тут все тоже самое, да. Так, ну он смарт Линк хотел, чтобы я взял... Какой? Бесплатный. А, татуировка метко-тигриных когтей. Позволяет устанавливать модуль отслеживание на умное оружие. То есть, типа, это смарт-линк, только... Блин, ты прикалываешься? Я надеюсь, этот будет бесплатный потом. Да, отлично. Не, я этот оставлю. Засчитай квест, я типа взял. Окей, все. Это типа смартлинг через татушку, но у меня просто смартлинг легендарный, поэтому... Поэтому что мне? Так. Ну вот, добро пожаловать. Смотрим, идем по бочке. Метростепенный квест. Кварц, купить машину. Тут два квеста. Два. Я, понимаешь, всего лишь. Все остальное, это, блин, машины. И не факт, что эти квесты какие-то супер прям сильные, распространенные. Мы же можем нарваться на что-то типа, и просто вот этой вот уличной разборке, которая у нас была с мотоциклами. А здесь у меня проблем нет. Здесь я по уровню способностей разношу всех. Организованная преступность, она типа появилась. Да, но это застрелиться, проходить. Ну реально, вот мне кажется, если взяться, вот пройти это все, вот на всей карте суммировать, это вот часов десять. Чисто из-за количества. А, я бит. Вот и за мне. Класс, тёк, тёк. Рост, тёк! Что случилось? Ты в плейте. Они будто не все вышли в это. Всё? Всё, не все вышли. Всё, это не важно. Компульс, из-за шесть, не угрожения его, через cyber-визуцилинг. Это против пластикса. И, на самом деле, они знали. Я не знаю, что это. Для меня нет вероятности. Держи, кто-то угрожает тебя? Не только я, а также брата. Они уничтожили нас, уничтожили тело. И все время, они уничтожили меня. Как ты можешь сделать это с людьми и уничтожили их? Это не имеет смысла. Кто будет делать что-то так, и почему? Мы остались бежать о том, когда... когда они подходили к нам. Они笑ли на нас и спросили, что мы возьмем импланты, как донача. Они выглядят более машинного человека. Они сказали, что они уничтожили нас, как инструменты. Маэлстром. Какого-то брата? Он еще с ним? Да. Я был первым. Потом, они пытались решить, как... как бы уничтожить его. Вы выглядите как кто-то, кто-то может помочь с людьми. Я прошу вас, пожалуйста, помогите брата. Я только надеюсь, что это не слишком поздно. Я не желаю, чтобы он уничтожил... как... как у меня. Ага. Я помогу. Но вы знаете, что может быть ужасно. Маэлстром не мешает. Он может быть ужасно. У нас есть какой-то другой способ. Помогите, пожалуйста. Но без нижнего крови. Я прошу тебя. Я посмотрю, что я могу сделать. Которая, ваш брата вы приедете. Я не знаю, как вам спасибо. Они держат его в магазине, прямо вверх здесь. Вы найдете его рядом с дороги, along the docks. Как поэтик. Монк в дистрессе. Они должны добавить это в твою эпоху. Что вы будете делать? Классить ноги и медитировать, пока они умерли? Я надеюсь, что ты умерли. М-да. Ну, проблем я не думаю, что будет с тем, что нельзя проливать кровь там в мальстрёме. Не то, чтобы есть чуваки, у которых есть кровь внутри, ну, в принципе. Они там немного другим промышляют. У них модернизация дошла до новой степени эволюции человека, так что... Он, наверное, имеет в виду, типа, не убивать их. Я не знаю, просто их тут сколько вообще. БД, БД, 55. БД, БД, 55. Это что? Да еще какие-нибудь упадут. Чу-чу-чу-чу-чу. Знаете, кстати, проблему, с которой я даже в сюжете столкнулся и случайно пропустил в момент фразу Джонни? Короче, в игре пропуск там катсцены диалогов, он, ну, работает на кнопку С. Как и, блин, присесть. Иногда, когда персонаж говорит фразу, а я хочу сесть, пропускается фраза. Немного напрягает. Тихо, тихо, тихо. Я не знаю, как их здесь, блин, мирно. Они, конечно, так стоят, что, наверное, если повезет, они не услышат, не заметят, но просто вот этого прямо хватает, но это будет нагло. Но они друг на друга особо не смотрят, это правда. Не заметили. Кто-то повернулся, офигеть. Ломай его быстрей. Так. Кто больше всего крутится? Тот сидит, смотри, тебя можно, мне кажется, даже прям... Тихо. Прям тут положить. Ну и все. У того последнего нет шансов, я даже не видел, где он. ПП культовый, кстати. Нормально. Пользоваться не буду, но, либо продам. Культовые хорошо продаются. Разбирать редкие, в принципе, лень. Так, доволен. Кровь не пролита. Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуйста, я не хочу их. Смешно. Продолжение следует... Продолжение следует... Я не с ними. Так... Что ты делаешь здесь? Что случилось? Действительно. Смешно, что я здесь в час. Ты в порядке? Они делали тебе ничего? Я был счастливым. Они не могли решить, какой имплант будет... ... 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 !? O ... ... ... Одна из них хотела убить мою голову. Я думала, что это дает мне шивер. Думаю, я не получил шанс. А для того, что я обманываю тебе? Я заходил, и я снял несколько шуток о металл-монках. Думаю, Маэлстром. Они никогда не просто шуток. Но... ... это правила, которую ваш брат отправил мне. Он не хочет что-то так же случилось. Из-за души, спасибо. Спасибо. Я очень благодарен, что никто не убил. Пожалуйста, продолжайте на путь к счастью. Что-то обманывает эти монстры, это никакой причины. Это не важно для нас, что они должны обманывать. Ум... Да, конечно. Маэлстром даже не убил. Многие люди его не убили. Мы здесь, как ущерб. Мы, как ущерб. Мы, как ущерб. Когда мы приехали в Найс-City, мы не оставляли на время, чтобы мы не было проблем. Мы не оставляли опасно. Монки не живут в монастырии? Это было бы. Они не было. Мы и с детьми, мы и с детьми, что следует на депутатах. Это интересная жизнь. Мы встретили много необычных людей. Так я понимаю. Мы знаем, что мир опасно. Но если кто-то не принимает риски, кто-то никогда не знает, кто-то не знает, кто-то не видит, кто-то не видит. Я уверен, что вы понимаете. Акады вы ждете за вас. Не далеко от здесь. Первое, я должен поймать, а потом я иду. Это он, кто-то требует спасения. Акады вы ждете. Акады вы ждете. Если ты так боишься, может быть, ты должен стать монка, вместо марк. Мерк. Мерк – это не решение для всех. Акады, если вы хотите поменять мир, всегда есть цену, чтобы платить. Акады, как эти кромфокки, вы думаете, что они получили все это, что они сидят вокруг, и думают, «мммм»? Если у них было достаточно для моноков, то, конечно, они не нужны все это. Ну, типа того. Так. Угу. Ну вот, уже похоже на правду. Эммм. Одежда какая-то есть. Давайте сюда сходим. Если после этого ничего больше не будет, то, наверное, в следующей серии пойдем на сюжетное задание. Шестнадцатый уровень, да? Ну, видите, карту? Я думаю, что да, где-то пятьдесят. Нет. Типа пятьдесят лвов, это в целом адекватно для этой игры. Но по скиллам все равно опасно, то есть все, не прокачаешь. Хотя, кстати, может и прокачаешь, не знаю. Не знаю. Просто учитывая, что нам же дают все равно очки опыта за то, что я просто поднимаю уровень какого-то скилла, пользуюсь им. Может, там можно столько их сделать? Подожди. Ну-ка. Чисто математически, смотри. Вот тут сколько уровней? Тут двадцать уровней. Так 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну-нее. Все равно… Все равно ты все не прокачаешь. Ну, по сути, каждый скилл он может сам себя полностью прокачать. Ну, то есть ты получаешь развитие навыка и все, и у тебя каждый уровень есть скилл… А, но у тебя не всегда добавляется очко способностей. Неее, ніе. Тогда это так не работает. там не каждый уровень это происходит а киберпсих очень интересно что меня сейчас будет пытаться опять что-то убить он с оружием а мне как мне опять его кулаками пытаться вырубать он не реагирует на отвлечения ну нельзя даст спины ничего сделать ему нихрена ж себе мою мать двигаться не могу не могу двигаться это куда а 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 ну живым за нужен он мне а а а а а а Да почему ж ты? Прочитать? Сообщи? Тамара, я пытаюсь с тобой связаться с тех пор, как меня схватили. Знаю, ты меня ищешь, но у меня нет возможности тебе помочь. Я не знаю, как пробиться в сеть. Надо было слушать, когда ты меня этому учила, но теперь уже поздно. Вряд ли ты даже узнаешь меня при встрече. Я изменился, я уже совсем на себя не похож. У меня теперь лапы, как у трактора, и уродливые красные глаза. Мне так страшно, когда я на тебя смотрю, хочется пустить себе пулю в лоб. Наши точно меня обратно не примут или скажут ходить с пакетом на голове. Я каждый день думаю, каково тебе сейчас. Наверное, все твои знакомые сейчас тебя гнобят, типа говорили тебе не встречаться с Валентиносом, а он тебя бросит, найдет другую и исчезнет. Вот они, наверное, радуются, что были правы. Как подумаю об этом, чувствую, что начинаю с ума сходить, и я уже на грани. И голова пухнет, и пухнет, скоро разлетится на тысячу кусков. Я не знаю, как это остановить. Так, там сообщение какое-то от Реджины пришло. Парень был из Валентины, не из Мальстрёма. Видимо, чем-то сильно разозлил этих уродов, раз они напихали в него столько имплантов и дождались, пока он слетит с катушек. Любой бы слетел, тело просто не может так быстро приспособиться к стольким изменениям. Хорошо, что он еще как-то себя контролировал, и у меня получилось его обезвредить. Короче, мальчику даже не надо было их злить. Какое-то время назад мальстрёмовцы пытались набрать людей, чтобы протестировать новые импланты. Само собой, желающих не нашлось, поэтому эти твари начали просто хватать всех, кто проходил мимо. Валентина довольно долго искали этого парня, даже наняли инотранера, который заполнил пол сети уловителями данных, чтобы хоть что-то о нем выяснить. Видимо, он в какой-то момент вырвался и попытался сбежать от мальстрёма. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Я рада, что тебе не пришлось его убивать, он совсем еще молодой и может, если найти ему хорошего врача, он научится жить со всем этим. Еще всякие фургоны там она давала. У нас еще Такомура мне пишет. Такомура. Ночью лис выходит на охоту из норы за пятым бамбуковым деревом в селении. Он хочет утолить жажду в источнике в ожидании твоего прибытия. Он укрывается в тени раскидостой вишни. Лис осторожен, он покажется тогда, когда будет уверен, что вода не отравлена. Это вы, Такомура? Начинающую наемницу сразу видно. Это я, Такомура. Я пишу с одноразового телефона через безопасные подключения, но мне показалось, что будет лучше воспользоваться шифром, который я сам разработал. Я догадывался, что это будет выше твоего понимания. Мы встретимся в доках на Channel Street в Джапантауне. Я приду туда ночью, если за тобой не будут следить, я покажусь. Надеюсь, это понятно или все еще слишком сложно? Все ясно, гора, до встречи. Так, не звони мне со всякой ерунду. Я говорю только по делу. Это заказы, которые мы там тоже где-то нахватали. И машина в продаже. Окей. Ну вот как раз к Такомуре я и хотел пойти на сюжетное. Вот очередной киберпсих. Окей, киберпсихи не появляются в рандомных местах. Они появляются только там, где именно квест. Что не может не радовать. Так больше шансов, что я не пропущу никого. Так, у нас получается... В этой части карты нету второстепенных заданий больше вообще. Две тачки. Ну, новое место. Понятно, что вот эти еще остаются. Но пошли они... Пока что, наверное... Вот это вот есть второстепенное задание. Тут еще уровень опасности очень низкий. Я, наверное... Мы, наверное, пойдем просто вот сюда. С Такомур. Это сюжетное задание. Что-нибудь тоже пройдем. Чтобы было... Блин, я очень сильно как будто бы хочу приехать вот сюда. Знаете, за картой Таро съездим? А, быстрому. Ну, нормально. Не, если вот так вот идти по второстепенным заданиям, то... Вполне себе... Можно весь этот контент... Учить и поглотить. Потому что самые большие второстепенные задания, это те, которые меня сами находят. То есть, мне не надо искать большие второстепенные задания. Мне надо просто... Получается... Ну... Принять звонок. А все вот эти другие... Это, видишь, там, куда-нибудь сходить, что-нибудь сделать. Кстати, все равно на уровне заказов, да? То есть, по сути, то, что мы взяли квест с братом, с монахом... Это, по сути, тоже заказ. Типа, иди, спаси вот этого человека, там. Зачисть территорию. Просто отличие этого квеста от заказа в том, что он хотя бы... Там какую-то небольшую историю имеет. В нем есть какой-то сюжет. И, ну, в итоге это гораздо интереснее. Так, а вот эта зеленая... Что бы это ни было, это так и должно быть, да? Ну, вот. Какая-то часть. Пустошь. Вон, Найт-Сити видно. Тут можно же еще дальше уехать. Это только... Часть. Сувойл, создавайте светлое будущее. Подожди, а где? Это вот справа, которое было... Цой жив! Подожди. Мне это... Мне это необходимо сейчас, подожди. Мне просто это необходимо для жизни. Какого черта, что вообще? Так, сейчас это мы вырубим персонажа, я уберу. Я не знаю, не самая удобная камера. Ну, я просто могу угол обзора уменьшить сейчас. Тут просто тут зума, по-моему, даже нет, да? Камера дистанция. Не, не работает. Могу только отдалить. Какого черта вообще? А он так цвета съедает. А чего я сейчас, подожди? Странные фильтры здесь, кстати, в фоторежиме. Вот эти вот. Да пофиг, я прям так оставлю. Сейчас я просто скрою интерфейс и сделаю скрин через... Через NVIDIA. Я не могу. Это гениально. Это просто гениально. Просто посмотрите, блин. Слушай, какие мы шикарные пасхалки находим. И их же наверняка гораздо больше. То есть, типа, вот это, это то, что, ну, прям бросается в глаза. Я уверен, тут есть еще куча вещей, которые я могу просто пропустить, не обратить на них внимания, либо не знать вообще. Так, карта вот здесь. Можно как-нибудь? А как? Возьмись. Посмотри на это. Как? Далеко же. Ну так, это точно бесполезно. Так я не дотянусь. Зашибись, у меня просто не появляется... Диалог. А, так и здесь работает урон от падения. Понимаю. Так не посмотреть. Посмотреть. Почитать сюда. Ну, надо забраться. А то какие еще варианты? Такой-нибудь камерой, дроном. Ну, тут такого нет. Тут в смысле рядом. Да, твою мать. Ну, ты что? Ну, давай. Ну, как... А вы куда поставили эту фигню? Ее взять невозможно тогда. Прикинь, прыгать пришлось. Еще бред. Так, отлично. Все, это взяли. Теперь можно... Мм... Сюда. Там у нас рядом квест. И... Еще одну карту второго возьмем. Это будет одиннадцатая. Остальные будут... Что-то еще можно взять. Ну, тут по-другому ехать. Немного в другую сторону. Не знаю, кайфу. Мне очень нравится вот так вот просто перемещаться по карте. Просто кататься по разным районам, по городам. По городам. По улицам. Все разнообразные. Просто где мы сегодня были, да? Где мы там начали? Где мы сейчас? Ну... Дизайн города. Это просто вообще нечто. Реально, вот эти вот рассказы о том, что... Чуть ли там не каждая мусорка на улице, да? Была как-то поставлена вручную. Практически никакой процедурной генерации. Оно... Ну... Видно. Вон, вот сколько у меня? Вот давай посмотрим. Вот у меня в игре... 16,5 часов. Хотя в стиме показывают больше. Но... 16,5 наверное будет более правда. Ну, типа, игра... Получается... Не приедается. Не игра, и город не приедается. Игра, в принципе, тоже. Постоянно получаем что-то новое. Кайфуем от исследования. Главное, надо ставить вопрос в таких ситуациях. Лучше ли она ведьмака? Причем сложно сравнивать, потому что... Сеттинги совершенно разные. Возможности, соответственно, тоже. Непонятно. Ну, давайте так. По объему наполнения открытым миром, да. По вселенной сюжету пока не понимаю. Мне надо ее найти. Но она, наверное, здесь где-нибудь внутри. Типа вот эта. Верховный жрец. Ну, все. Старые друзья встретятся с Такамурой. Немножко по... Пойдем по сюжету тоже. О, какое шикарное место. Идеально, чтобы закончить на этом серию. Вот. В следующей серии пойдем на сюжет. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok